По следам сюжета ННТ, глава региона Сергей Меликов отреагировал на материал наших корреспондентов о беженке из Украины, которая сама строит себе дом. Напомним, историю учительницы Марьям Меглинской наши корреспонденты рассказали накануне в выпуске новостей. Не прошло и суток, глава Дагестана поручил оказать женщине всяческую поддержку и помощь. Меглинскую навестили министр труда и соцразвития республики, представители мэрии Каспийска и представители депутатского корпуса. Сергей Алимович узнал, что здесь проживает уже 8 лет Мария Меоргиевна, которая по воле судьбы приехала с территории Украины. Она самостоятельно начала строительство своего дома. Она работает учительницей, воспитывает одна своего ребенка. Но в силу отсутствия необходимых материальных средств она не может осилить строительство. Мы его сейчас сегодня посмотрели. Действительно, с мере города Каспийск мы вместе окажем необходимую помощь. К нашему большому счастью нашелся и меценаты, которые готовы оказать такую помощь посильную. Я думаю, в ближайшее время мы окажем помощь и она будет жить под своей крышей. Буквально сегодня с прорабом вместе мы выехали сюда. Было принято решение, что он полностью всю коробку ей поднимет комнату. Стены, крыша, все будет. Целью только помочь человеку. За ее труд, труд педагога, то, что не оставляет это дело. Несмотря ни на какие жизненные трудности, она как педагог просто все восхищаются ее. Мария Меглинская говорит, что не ожидала такого всеобщего внимания и поблагодарила всех причастных к решению ее проблемы. После сюжета телеканала ННТ эта информация дошла до главы республики. Я благодарю искренне руководство канала. Я благодарю этих журналистов, которые передали эту информацию. Благодарю всех небезразличных, кто приехал поддержать меня.